добрый день друзья сегодня мы продолжаем разговаривать с романом технологом и преподавателем школе студии красоты и сегодня тема вообще нашего видео это трудоустройство после обучения расскажите пожалуйста двух словах у вас о вашей студии наша школа специализируется на профессиональной подготовке парикмахеров как с нуля так и имеющих уже опыт и также мы помогаем дальнейшем реализации уже на этом область да это вот очень интересная тема и такой тонкий момент расскажите пожалуйста более детально как вообще происходит процесс на что может рассчитывать кандидат который прошел обучение на ваших курсах и в какой период все это происходит ну если кандидат этот никогда не был парикмахером и у него не было возможности обучаться то после прохождения наших курсов он в принципе может иметь возможность устроиться в бюджетную парикмахерскую парикмахерскую среднего уровня и без проблем себе дальше продолжать расти в этом направлении если конечно парикмахеры которые имели хотя бы пару лет такого-то стажа то после наших курсов они могут рассчитывать вполне на работу в бизнес сегменте или даже в каком-то более видном салоне красоты скажите пожалуйста в чем заключается вот как бы ваша помощь в трудоустройстве то есть вы просто рекомендуете какие-то салоны и салона вам поступают заявки на поиск сотрудников как происходит ну за счет того что наша школа уже много лет на рынке более 15 лет но с нами сотрудничают салоны красоты которые знают что мы готовим профессиональных парикмахеров и зависимости от того какой салон например если какой-то обычный салон эконом-класс или средний он дает заявку на парикмахеров которые с нуля обучились и нужно придти до такого уровня если это конечно салоны бизнес-класса или повыше они дают заявки именно на парикмахеров которые проходят у нас как бы курс повышения квалификации соответственно как бы знание больше и глубже и они идут работать именно такие салоны хорошо скажите примерно вот сроки какие в течение какого срока после обучения кандидат может рассчитывать что ему будет предоставлена та или иная вакансия ну этот вопрос конечно индивидуальный потому что у каждого есть свои как бы физические возможности и многие моменты но я скажу в среднем это до двух месяцев хорошо а на трудоустройство влияет ли как-то уровень польского языка совершенно нет больше такая уникальная страна и в этой стране очень много наших директоров с украины с белоруссии с россии из других стран которые имеют уже сейчас даже сети салонов и не охотно принимают парикмахеров даже без знания языка но в принципе за счет того что они прошли у нас курс обучения то они больно и невольно все равно получают базовые знания в польском языке и могут легко ориентироваться как я понимаю что это самое главное все таки профессиональные навыки а язык это он уже со временем все приобретается конечно хорошо скажите какие регионы то есть салоны красоты откуда поступают заявки на подбор персонал это варшаве или другие очень много наших директоров салонов концентрация находится не только варшаве еще поздно и бродсов краков и так в принципе по всем остальным регионам потому что концентрация как таковой нету только в одном городе на всей территории польши и есть такие наши содружества общество наши люди и соответственно также изрождаются малый средний бизнес большой как салоны таким другом да действительно очень здорово хорошо если немножко отстранимся от польши может ли кандидат рассчитывать на трудоустройство или содействие в трудоустройстве в других странах евросоюза ну например возьму близ лежащую германию на самом деле да и сейчас законы так меняются и рынок так меняется что если еще лет пять назад это в этом были очень большие сложности то сейчас у нас есть заявки и только с германией также чехи из других близлежащих стран где охотно савсии где охотно берут наших парикмахеров помогает им как с трудоустройством так с реализацией каких-то формальностей и они дальше всегда работают замечательно да то есть кандидат по сути который начинает обучение в школе парикмахеров в последующем может рассчитывать на практически гарантированное трудоустройство в польше да почему используя слово практически в то что на наряд все равно каких-то требований критерий зависит от кандидата при этом если говорим о германии там ведь есть требования языка правильно я понимаю что человек должен изводить немецкий чтобы работать в германии так как здесь не получится германия если человек если кандидат владеет хотя бы базовыми знаниями немецкого языка это существенно повышает его уровень и как финансовый так и возможность трудоустройства но если даже у него нет элементарных начальных навыков то это не значит что он не сможет устроиться есть такая возможность на это более индивидуально это нужно уже рассматривать на посредством кандидатов но хочу сказать так что работа парикмахерам дает широкий спектр работы в разных самих за счет чего потому что эта профессия всегда востребована и за счет того что наши руководители бывших стран Советского Союза сейчас очень сильно разъехались по всей Европе и наши страны они имеют очень хороший уровень подготовки индустрии сейчас салоны растут и наши руководители заинтересованы в привлечении наших парикмахеров и еще такой вопрос на засыпочку сколько в среднем в Польше зарабатывает парикмахер сложно сказать однозначно но я могу сказать что парикмахер никогда не сидит без работы в любом случае будет больше зарабатывать чем на раскладке у кого-нибудь другой человек ну начиная от 600-700 евро это если вообще с нуля ты как бы только начал а там дальнейшем в принципе рост парикмахера очень быстрый и даже сейчас зарплата парикмахера за год как не парадоксально выросла в разы того что востребованность растет работодатель все-таки смотрит прежде всего на навыки на знание на желание если такой кандидат попадается то конечно работодатель я сам как работодатель могу говорить от других работодателей мы заинтересованы в том чтобы мастер у нас работал не эмигрировал никуда ни в какой другой салон потом естественно мы заинтересованы заработной платой от 1000 евро и выше хорошо а здесь вообще какой принцип распределения зарплаты например в странах СНГ очень распространено такой формат как процент от проделанной работы как здесь больше в проценте или все это выражается в окладе и комбинированная заработная плата здесь можно комбинировать конечно в Польше и Европе очень разная такая система когда все-таки мастер он имеет какую-то ставку дает ему возможность рассчитывать каждый месяц на какое-то вознаграждение чтобы он знал что он может оплатить свои нужды и расходы и к этому идет уже какой-то процент но также сейчас очень часто работают салоны красоты особенно те которые подороже они дают более высокий процент доходит до 50 процентов и мастер парикмахер работает на проценте опять же я хочу подчеркнуть что в этом участвуют две стороны это обговаривается как со стороны парикмахера так и со стороны руководителя как им удобней работать вместе так они будут работать хорошо спасибо большое я ставлю себя на место потенциального претендента на эту должность получила все интересующие ответы большое спасибо наверное подводя итог могу сказать что очень удобный способ комплекс да где можно в принципе пройти этот путь да даже если мы говорим что Польшу все-таки мы можем использовать как начальную ступень развития в этой отрасли когда очень многие люди интересуются странами западной европы но при этом пока не имеют опыта работы за границей вообще то есть можно попробовать эту страну где в принципе очень легко относятся с лояльным подходом к русскоговорящему населению где легко адаптироваться обучиться и в последующем можно продолжить развитие своей карьеры уже на территории германии или других стран еще раз хочу вас поблагодарить большое спасибо если вас интересует трудоустройство в этой области изучение языка немецкого польского или английского пожалуйста обращайтесь на все телефоны которые будут указаны под этим видео конечно пишите комментарии но мы с вами прощаемся до скорых встреч